В селе Шанханай области ЖТСУ восстановили дом приемов, расположенный на территории мемориального комплекса Шокана. В годы оптимизации его разграбили и 30 лет он был заброшен. Реконструкцию здания начали еще в прошлом году. О том, какую задачу будет выполнять объект, расскажет наш корреспондент Гульнар Жантасова. Буквально четыре года назад руины заброшенного здания пугали местных жителей. В свое время это был дом приемов. Сюда приезжали ученые, литераторы, историки, этнографы. Здесь проводились конференции, располагались гостиница и столовая. Проблема его восстановления поднималась на всех уровнях. И вот год назад здесь начались работы по реконструкции. Здесь все условия были. Когда его разграбили, нам так больно было, переживали. Мы постоянно говорили о том, что его надо отремонтировать. Теперь вот радуемся, что нас услышали. Восстановили его. Сейчас здесь идут внутренние отделочные работы. Сотрудники музея на это здание возлагают большие надежды. По окончании реконструкции планируют открыть научно-культурный центр по изучению наследия Шокана Валиханова. Частыми гостями мемориального комплекса являются писатели, ученые, географы. К нам приезжают даже снимать программы, российские телеканалы. Не так давно побывали ученые из Швеции. Много путешественников из Японии и Европы. Теперь мы можем обеспечить им условия для проведения исследований, изучения особенностей края. Мы надеемся, что этот центр станет местом притяжения всех, кто интересуется работами и деятельностью нашего знаменитого земляка. Музей был основан в 1985 году. Он внесен в список 100 сакральных объектов Казахстана. Уникально по своему архитектурному подходу и его здании. Внутри оно выполнено в виде казахской национальной юрты. Снаружи представляет собой открытую книгу, а с высоты птичьего полета – пятиконечную звезду. Экспозиция включает в себя личные вещи Шокана, рукописи, живописные и графические работы, сделанные во время путешествий и экспедиций. Ну а главным украшением является гобелен из овечьей шерсти, выполненный руками современных мастериц. На нем изображен маршрут всех следований великого путешественника. Интерес к нашему музею у иностранных туристов повышенный. В год к нам приезжает около трех тысяч путешественников. Поэтому много внимания сейчас уделяется состоянию дорог. Уже утверждена проектно-сметная документация на реконструкцию дороги, ведущей к могиле Шокана Валиханова. И предусмотрены на эти работы 283 миллиона тенге. Три года назад капитально отремонтировали дорогу, ведущую к селу Шанханай. В следующем году, под эгидой, поставленной президентом задачи сохранения и изучения наследия Шокана Валиханова, планируют реконструкцию самого здания музея и мемориала. Также обновят и могильный комплекс, где похоронен великий исследователь.